В 1978 году Intel представляет первый процессор на архитектуре x86. Уже к концу 80-х она захватывает мир и используется в процессорах Intel и AMD до сих пор. Но этот набор команд и аппаратных решений с самого зарождения процессоров не единственный. В 85-м году выходит первый процессор Akron Risk Machine, тогда еще сырой, но на очень перспективной архитектуре ARM. Сейчас в вашем смартфоне, да и во многих лучших суперкомпьютерах мира, трудятся именно ARM процессоры. Snapdragon, Mediatek, конечно же Apple, все они успешно используют технологии ARM в своих гаджетах. За многие десятилетия эти две архитектуры сумели пробить себе дорогу среди конкурентов и стать буквально монополистами. Но это не значит, что на рынке нет других интересных кремниевых решений. Десятки миллионов людей по всему миру продолжают играть на консолях с чипами PowerPC. А многие страны, такие как Россия и Китай, активно развивают собственные процессоры Elbrus и Lunson. Сейчас, вооружившись знаниями, любой человек может сам сконструировать процессор на опенсорс-архитектуре RISC-V. На связи МК. Сегодня мы заглянем в мир необычных кремниевых чипов, активно развивающихся вместе с ARM и x86. Но давайте начнем со всем знакомой архитектуры x86. Про двух американских товарищей AMD и Intel знают все. Но производители x86-х чипов не два, а целых четыре. И несложно догадаться, что еще два относятся к Китаю. Олдовые ПК гики помнят, что еще 30 лет назад на рынке была компания VIA, неожиданно организованная на Тайване китайцем, который три года провел в лабораториях Intel. Компания известна в первую очередь по чипсетам. Своего производства не было, но именно она продвинула шину PCI. В конце девяностых VIA покупает американского производителя сапроцессоров Cyrix, что дает ей возможность производить x86 процессоры. В начале нулевых к тандему присоединилась калифорнийская S3 Graphics. Тогда еще тайваньская VIA получает доступ еще и к видеокартам. Но пока еще полноценно конкурировать с AMD, Nvidia и Intel не получалось. Последней попыткой, предпринятой 10 лет назад был вывод на рынок процессоров VIA Nano с интегрированной графикой Chrome. Они совершенно не радовали производительностью, но зато были достаточно дешевыми и энергоэффективными, этакий аналог Intel Atom. Но массовыми такие процессоры не стали и к 2013 году у компании было все плохо. Не дать VIA исчезнуть вместе со всеми патентами помогло правительство Китая совместно с городской администрацией Шанхая, куда пришлось переехать с недружественного острова. Была организована компания Jaoshin для производства x86 процессоров на внутренний рынок Китая. И, надо сказать, сотрудничество оказалось весьма плодотворным. В 2020 году в руки обзорщиков попали платы со свежим процессором Jaoshin, который смог приятно удивить. Все универсально — есть поддержка DDR4, PCI-Express, то есть можно поставить обычную память и видеокарту. А так как это x86 процессор, то без всяких танцев с бубном на него устанавливается привычная Windows 10. Что касается характеристик, то на бумаге они смотрелись отлично — 8 ядер с частотой до 2,7 ГГц, поддержка инструкций SSE4 и AVX, да и теплопакет в 70 Вт не выглядит пугающим. Но, увы, на деле, производительность была в среднем на уровне двухъядерных Intel Skylake, то есть ближе к офисным ПК. Но и все еще поиграть в онлайн-игры типа Dota 2, посидеть в интернете, посмотреть фильмы — на таком процессоре можно без проблем, что показали обзоры. И повторюсь — все это на обычной Windows, без эмуляции шаманских танцев. Более того, останавливаться на достигнутом Vio Jaoshin не планирует и в этом году хочет выпустить обновленное семейство KX-7000 на 7-нм техпроцессе с поддержкой PCI-Express 4 и DDR5. Конечно, до уровня топовых Core i9 и Ryzen 9 такие решения, скорее всего, не допрыгнут, но все еще третий активный игрок на рынке X86 явно не помешает. Окей, кто четвертый? Это Hi-Gone. Ситуация схожа с Vio, однако на ее месте выступала AMD. В 2018 было образовано совместное с китайцами производство процессоров на базе имеющихся у красных решений Ryzen и Epic на архитектуре Zen. Так появилось два семейства — Gianna для обычных пользователей с числом ядер до 8 и Gianna Plus с количеством ядер до 32 и возможностью создания многопроцессорных серверов. Главным отличием этих чипов стал встроенный тормоз в виде криптографического движка — такое требование правительства Китая к государственным серверам. От этого выигрывают все — AMD получила деньги для дальнейшего развития своих процессоров, а Китай — крутые американские чипы, заточенные под местные правила и гарантированно лишенные закладок. Во всем другом чипы Gianna максимально схожи с Ryzen и Epic первых поколений — они даже внешне выглядят одинаково. При этом, так как Ryzen имеют множество встроенных контроллеров для работы PCI и USB, не нужен чипсет — и это можно заметить на китайских платах под процессоры от Hi-Gone. По тестам тоже все ожидаемо. В задачах, связанных с шифрованием, Gianna ощутимо проседают. Во всех других сценариях они выступают около обычных Ryzen 1000 линейки с поправкой на более низкие частоты. В 2020 году перед самым началом экономической войны США и Китая было объявлено, что Hi-Gone совместно с AMD продолжит выпускать процессоры, перейдя на 7-нанометровый техпроцесс. Видимо, это адаптация уже более мощных Ryzen 3000. Но тут ситуация похожа на наш Эльбрус. О нем мы еще поговорим. В 2019 году правительство США запретило AMD делиться технологиями с Hi-Gone. И что с ними будет дальше — пока неизвестно. Окей, с x86 все понятно, архитектура привычная, и многие обычные пользователи ПК даже не почувствуют разницу, если их Ryzen вдруг заменить на Jaoshin. Давайте уйдем в экзотику и поговорим про полностью открытую архитектуру RISC-V. В отличие от софта, где опенсорс уже не является чем-то удивительным, в железе все не так. Например, японо-британская ARM зарабатывает миллиарды долларов в год на лицензирование своих ядер Cortex сторонним компаниям. И это проблема. Если вы не являетесь компанией уровня Mediatek или Huawei, у вас просто не хватит денег на покупку нужной лицензии. А с торрента скачать гайд, как собрать процессор в гараже, очевидно, не получится. Именно поэтому в России, например, есть лишь один производитель ARM процессоров. Это Байкал, который тратит на каждый свой ARM чип миллиарды рублей. Вот и получается, что небольшая группа энтузиастов вполне может написать собственную утилиту или игру, которая может стать популярной, а вот создать свой конкурентноспособный чип до последнего времени они не могли. Но все изменилось в 2010 году, когда исследователями из отделения информатики Калифорнийского университета в Беркли была создана архитектура RISC-V. Она базируется на двух столпах — это простота и полная открытость без всяких лицензий. В базовом обязательном наборе команд всего 53 инструкции. Для сравнения, в современных чипах Intel их уже по тысячу, и количество неуклонно растет, удваиваясь за 13 лет. Разумеется, присутствуют расширенные наборы команд для различного применения, что позволяет сделать на базе RISC-V чип, подходящий для любых задач. В итоге такой подход всем понравился, и в 2015 году был создан международный фонд RISC-V. Через три года к нему присоединился Linux Foundation. В 2022 году даже Intel признала этот подход, вложив в развитие RISC-V миллиард долларов, а в России уже есть микроконтроллеры на базе этой архитектуры. Их создают на заводах Micron для задач отечественного шифрования. Всего на RISC-V уже создается несколько десятков микроконтроллеров, и, что важно, благодаря открытости и бесплатности в дело идут совсем небольшие игроки, такие как, например, Onio — небольшой стартап, создающий на базе этой архитектуры собственные чипы для устройств умного дома, фишка которых — питание от окружающих беспроводных сетей. Да, они настолько энергоэффективны, что не требуют наличия батарейки. Более того, архитектура RISC-V достаточно продвинута, чтобы уже создавать вполне взрослые чипы. Например, в 2019 году Alibaba представила свой 16-ядерный процессор Schwentai 910. Он поддерживает Linux, а удельная производительность каждого ядра выше, чем Oarm Cortex-A73 — уровень мобильных процессоров с 2016 года. Есть даже новомодный встроенный нейропроцессор. Две другие китайские компании — Deep Computing и Xcolibyte — пошли еще дальше и пару недель назад представили ноутбук на четырехъядерном RISC-V процессоре. Точных характеристик нет, но обещают поддержку Linux, памяти DDR4 и неплохое встроенное видеоядро. Он должен поступить в продажу уже этой осенью. И глядя на такое стремительное развитие RISC-V, хочется даже назвать ее архитектурой будущего. Посудите сами — Open Source софт стал максимально популярен, про тот же GitHub слышали буквально все. Так почему бы не выстрелить бесплатной и открытой архитектуре, особенно с учетом того, что в ее разработку вкладывают большие деньги даже крупные игроки кремниевого рынка. Однако реальность сурова. Об этом невольно вспоминаешь, когда речь заходит об архитектуре Spark. Она была разработана в конце 80-х годов американской Sun Microsystems с прицелом на серверный сегмент рынка, и при этом также была открытой. Успех не заставил себя долго ждать. В 90-х Pro Spark и Fujitsu слышал любой сисадмин, и даже Microsoft хотела перевести свою серверную Windows NT на эту архитектуру, однако в итоге все же отказалась от таких планов. В конце нулевых открытость привлекла даже внимание МЦСТ. Так появились отечественные процессоры, например, R1000, предлагающие в 2010 году четыре ядра по одному ГГц и поддержку DDR2. Не самые выдающиеся характеристики, зато 90-нм техпроцесс, который позволяет производить их в России. Пик Spark пришелся на 2011 год, когда суперкомпьютер Fujitsu K на архитектуре Spark 64 с 700 тысячами ядер стал самым быстрым суперкомпьютером в мире. И казалось, что у архитектуры отличное будущее в серверном сегменте. Но нет. В 2017 году Oracle, один из крупнейших поставщиков серверного ПО и оборудования, прекращает разрабатывать процессоры на архитектуре Spark. Fujitsu планировала в 2020 году показать обновление своей архитектуры Spark 6412, представленной еще в 2017 году, но не сделала этого до сих пор. Судя по всему, сейчас разработкой решений на этой архитектуре не занимается ни один крупный игрок. А жаль, в позднем Spark есть интересные фичи, например, поддержка восьми виртуальных потоков на одном ядре. Казалось бы, если такой мастодон серверного рынка как Spark находится на последнем издыхании, то куда уж там архитектуре Power. Пик ее популярности пришелся на начало нулевых. Именно на ней работали процессоры G-серии в компьютерах Apple тех лет. И даже Sony с Microsoft в своих PlayStation 3 и Xbox 360 использовали центральный процессор именно на этой архитектуре. Но, как мы знаем, уже в середине нулевых Apple перебралась на более быстрые и энергоэффективные x86 процессоры Intel, от которой сейчас открещивается, отдав предпочтение собственным ARM чипам. А игроделам на Power приходилось показывать чудеса оптимизации, чтобы заставить на консолях тех лет работать шедевры игропрома, включая GTA 5. Казалось бы, все. Power off. А вот и нет. IBM так просто сдаваться не привыкла. Компания здраво рассудила, что раз в десктопах и консолях Boyz x86 и ARM проигран, пора продолжать развивать серверный сегмент. И, надо сказать, IBM угадала. Последние ее процессоры представлены в 2021 году и основаны на архитектуре Power 10. 7 нанометров, 15 ядер и 120 потоков, частота под 4 ГГц и огромный кэш третьего уровня в 120 МБ, поддержка до 16 ТБ памяти DDR4 с пропускной способностью в 410 ГБ в секунду. Выглядит внушительно. И, к слову, серверы на базе Power 10 действительно стали популярны. Они отлично подходят для задач искусственного интеллекта и при этом имеют хороший показатель производительности на ватт. Вполне возможно, что именно архитектура Power в итоге и выдавила открытый спарк с рынка. Но что-то мы ушли в серверы. Да, там хватает интересных решений, но что насчет массового пользователя? Компания, которая изначально называла себя как Го Цон или Крестный Сын, а теперь уже Лун Сун или Сын Дракона, уже 20 лет в стенах Академии наук Китая пытается создать конкурента Intel и AMD. Несколько лет назад Лун Сон рассказал о архитектуре Лун Арч. Она поддерживает около 2000 инструкций, сочетает лучшие функции MIPS и RISC-5, а также включает в себя все необходимые расширения, в том числе векторные инструкции, а также виртуализацию и двоичную трансляцию. Разумеется, работать процессоры Лун Сун будут в основном под Linux, но благодаря трансляции x86 может появиться возможность запускать и Windows. Год назад в руки энтузиастов попал процессор Лун Сун 3A5000 — 4 ядра, 2,5 ГГц и 16 МБ кэша третьего уровня. Да, звучит не очень бодро, и в среднем китайское решение на 30% отстает от 10-летнего Core i7-2600, но нужно учесть, что у последнего и потоков вдвое больше, и частота на треть выше. Лун Сун двигается дальше и в июне анонсировал новую линейку чипов 3S6000 и 3D6000. Первый получит уже 16 ядер и тактовую частоту около 2,5 ГГц. При этом компания заявляет, что по IPC — или производительности на ГГц — новинки не будут отличаться от свежих Ryzen 5000. Второй же процессор получит вдвое больше ядер и будет по сути склейкой из двух 3S6000. Выйдут эти процессоры в 2023 году. Тогда мы и узнаем, смогли ли китайцы догнать AMD и Intel. И под конец конечно же Эльбрусы. Про них сказано много хорошего, много плохого. Кто-то хейтит их за то, что они работают только на определенных дистрибутивах Linux и не поддерживают современные игрушки. Кто-то возражает, что архитектура E2K создана для работы и в этом плане современные Эльбрусы хороши. В любом случае, одно неоспоримо — их уже стали использовать в России. Например, компания NorsiTrans в 2020 году выпустила 5000 систем хранения данных именно на Эльбрусах. Так чем же интересны Эльбрусы? Во-первых, своей архитектурой E2K, которая, как и LoonArch, разработана с нуля и не опирается на популярные x86 или ARM. Это позволяет реализовать интересные фичи. Например, у Эльбрусов нет микрокода, как у x86 процессоров компилятор переводит исходный код сразу в двоичный код, выигрывая тем самым время. Также можно отметить возможность выполнять несколько операций за один такт, что обеспечивает высокую производительность при умеренной тактовой частоте и поддержку трансляции архитектуры x86, благодаря которой два ядра Эльбруса можно превратить в одно ядро Core 2 Duo. В таком режиме на Эльбрус можно без всяких проблем поставить хоть Windows 10, хотя скорость работы радовать вас не будет. Более того, что важно, комплектующие для работы современных Эльбрусов, таких как 8C, вполне стандартны. Нужна обычная память DDR4, более-менее новая видеокарта от AMD и любой жесткий диск или SSD. Первые тесты топового, пока еще инженерного Эльбрус 16C радуют. Он может похвастаться 16 ядрами на частоте 2 ГГц, 32 МБ кэша третьего уровня, поддержкой DDR4-3200 и 32 линиями PCI-Express 3.0. В тесте перекодирования видео в FF MPEG он не так уж и сильно отстает от 4-ядерного мобильного Core i7 и Apple M1 в режиме эмуляции. В тесте рендера в Blender ситуация схожая. Да, современные чипы x86 и ARM лучше, но отставание уже не драматическое, как в случае, например, с китайским LUNSON. Так что Эльбрусы вполне могут стать заменой обычным десктопным ПК, если, конечно, компания сможет приспособиться и переезд производства из тайваньского TSMC в зеленоградский Micron не помешает планам. Как видите, производителей процессоров в мире больше, чем кажется на первый взгляд. Даже на арене x86 играют сразу четыре игрока, не говоря уже про ARM с десятками производителей однокристальных систем. А ведь есть еще Power, RISK-5, Эльбрусы, LUNCARCH и SPARK. Кто-то может вспомнить и про MIPS, которые уже давно прекратили развиваться. Конкуренция вынуждает производителей все больше улучшать свои изделия, чтобы заинтересовать конечных пользователей. Будем надеяться, что у Эльбрусов и LUNSON все получится. Они ближе всех к современным ARM и x86 чипам, и у них есть все шансы потеснить мастодонтов кремниевого рынка. Понравился материал? Вы знаете, что делать. В описании будут ссылочки на источники и наше сообщество с ежедневными интересными IT-новостями. Следите за IT вместе с нами в Telegram и ВКонтакте. Меня зовут Михаил Крошин. Сеанс связи окончен. Пока. Друзья, так как я заканчиваю этот ролик в день военно-морского флота, поздравляю всех причастных с этим праздником, крепкого флотского здоровья и 7 футов под килем, инженер космической связи капитан-лейтенант Крошин. Ура!